привет мои хорошие давайте сегодня посмотрим действия мужчины в ближайшее время ближайшее время для каждой из вас будет свое потому что у каждой пары своя динамика развития отношений для кого-то ближайшее время это будет буквально через несколько часов и этом через пару дней а для кого-то это будет там через месяц через два через три это мы тоже должны понимать и и динамику свои отношения конечно знаете вы самостоятельно поэтому приблизительно то время которое вы предполагаете для себя на то время мы и будем смотреть то есть не планы а уже конкретные действия будет ли он что-то делать сигнификация следите пожалуйста если резонирует то смотрите продолжение где уже мы будем говорить о конкретных действиях так такая на эти страсть от которой уже устаешь страсть когда ты уже не хочешь всех тех эмоций которые ты получаешь в отношениях хотя здесь женщина такая она же женщина огонь женщина которая не любит скучные отношения да не любит грустных пассивных мужчин где женщина которая в принципе сама может зажечь пространство вокруг себя и взбудораживает любого человека которые рядом с ней не говоря уже о мужчине которые ею интересуются вот но здесь женщина для себя стала понимать что как-то ей это уже не нравится что ей не нравится девочки ей не нравится что она здесь пляшет на каких-то вторых ролях потому что у мужчины здесь то ли семья и мужчина находится на выборе и принимает решение какую женщину все-таки выбрать какой женщины остаться то ли здесь мужчина в принципе ну я к тому что если мужчина здесь не женат раздумывает а нужно ли ему связывать свою жизнь с вами потому что раздумья здесь в любом случае есть и для мужчины по отношению к вам вопрос стоит довольно таки остро потому что на повестке дня серьезные отношения на повестке дня обнуление своей жизни то есть если мужчина принимает решение быть с вами то жизнь мужчины прежней не будет и с прошлой жизнью ему придется попрощаться для кого-то попрощаться с жизнью холостяка для кого-то придется попрощаться со своей семьей для кого-то здесь придется попрощаться с привычным образом жизни и здесь может речь идти так как карта мира о переезде в другой город и переезде в другую страну я не знаю на другой континент и соответственно здесь мужчина конечно в глубокой задумчивости и женщина понимая здесь что мужчина вот пригорюнился здесь перезадумался стала ощущать что вы действительно как будто бы знаете вот как вот запасной какой-то вариант она здесь на вторых ролях и вроде бы старается вроде бы вкладывает вроде бы вот действительно а пытается эти отношения вот в костер отношений дрова подбрасывать подбрасывать а получается такая ситуация что а а ему это надо да а зачем я стараюсь не трачу ли я свои силы свою энергию впустую ну и более того понимание того что не особо то он торопится а особенно если мужчина в браке либо мужчина встречается еще с другой женщиной понимание что не держит ли он меня за девочку на побегушках да или не держит ли он меня за дурочку которая его будет ждать вот она его будет я его буду развлекать я буду перед ним там я не знаю факела здесь разжигать чтобы ему по жизни шлось светлее а по факту действительно делают то что особо это никому не нужно а он-то и не торопится да что если есть выбор между вами другой женщиной то чтобы вы здесь не делали понимаете что что он здесь тормозит если здесь мог здесь мужчина который просто выбирает между вами и своей холостой жизнью то точно также а может быть ему действительно одному быть лучше да что я тут перед ним выстилаю что этот перед ним изображаю но здесь вы не изображаете не с точки зрения что вы пытаетесь тут надуть из себя пузыри которым вы не являетесь здесь действительно женщина огонь ну посмотрите шестерка жезлов по жезлов здесь женщина которая и легка на подъем здесь женщина у которой миллион идей и здесь если эту женщину попросите организовать любой праздник любое какое-то мероприятие да она сделает так как никто другой море море каких-то вот фантазии действительно таких вот на которые можно сказать вау да это ты сделала вау женщина и за собой здесь может следить таким образом что она будет идти и вот вереницы мужчин будут головы сворачиваться как фильме да и штабелями укладываться но здесь большой вопрос теперь у женщины в своем собственном своей собственной роли по отношению к этому мужчине большой вопрос здесь и по поводу самооценки женской сейчас встает потому что если мужчина мечется допустим между двумя женщинами то действительно ли я настолько достойная или наоборот да что он еще выбирает и может конечно так получится что у меня и не выберет а что я здесь тогда дело или мужчина не выбирая вас допустим пока еще мечется между вами там своей холостой жизнью вами там или между родителям что действительно она ему это надо вот много много вопросов которые здесь поднимаются в этих отношениях хотя если так посмотреть вы действительно можете этого мужчину наполнить энергией вы действительно этого мужчину можете наполнить каким-то вдохновением миллиона стимулов и по большому счету здесь энергии у вас гораздо больше чем у мужчины и вы его действительно можете подпитывать такие себе женщины талисманы которые облагораживают жизнь любого мужчины которые с ней рядом находится у мужчины все начинает перей да и в бизнесе прет и в работе прет и сам на становится как-то увереннее в себе голову выше задирает поэтому вы мои хорошие здесь вот если вашу энергию направить на в мирное русло вы я не знаю вы наверно этот мир способными менять гораздо быстрее чем сильные мира всего потому что то что творится в вашем внутреннем мире вами от вас действительно можно обогреваться к вам вот подключить электростанцию и в принципе все никаких дополнительных источников энергии не нужно вы могли себе конечно этот костер и потерять потому что а страсть выматывающие и отношения выматывающие и и возможно потеряли какую-то уверенность себе но то что у вас есть можете этим пользоваться и если вашу энергию допустим на эмоциях когда вы разозлились там разочаровались направить например вот в созидание там новая работа бизнеса я не знаю постройка дома вам это настолько будет легко по плечу и вы увидите насколько быстро вы это сделали когда имея запас вот топлива своего да вот его еще и раскочегарить разворошить вот а самая такая сильная мощная энергия это конечно она негативная вот и благо что ее можно направлять в хорошее в доброе русло тогда результаты очень крутые да очень хорошие что вы должны знать о вашем мужчине на данный момент вот который здесь видите в сомнении два меча до 2 идеи два варианта пути примирите душ душу и разум там или сердце и разум выбрать наиболее благоприятный для себя путь давайте посмотрим он в этом состоянии что вы должны об этом знать мужчина девочки боится ошибиться здесь страх чтобы не потерять то что он имеет для кого-то свобода для кого-то действительно если мужчина выбирает для себя женщину для совместной жизни а не ошибусь ли я буду ли я себя чувствую этом счастливым мужем рядом с этой конкретной женщины для кого-то стоит вопрос я допустим развожусь женой я остаюсь ни с чем и вот эти потери они соизмеримы с тем что я получу взамен или это семейная семейная ситуация много же бывают ситуации что родители когда нам не нравится это конкретная женщина мы не хотим чтобы ты ее привел в нашу семью и если ты это сделаешь мы лишим тебя поддержки мы лишим тебя наследство там и и так далее так далее так далее потому что у мужчины здесь четкое сейчас вот взвешивание вот буквально вот на чашу на чашу весов ваши отношения и в перспективе что из них может получиться и насколько это стоящее пока это конечно его только фантазии и предположения он же не может доподлинно точно знать что на самом деле будет ваши отношения но а с другой стороны то что он теоретически может потерять и вот компенсация будет от ваших отношений его потерям а не могу сказать что здесь мужчина очень спокойно себя чувствует не могу сказать что мужчина сейчас готов сделать какой-то выбор потому что здесь пока еще раздумья или конечно вот король пентакли до в своем троне любом случае он что-то имеет в этой жизни и вот то есть риск потерять и сделав выбор вашу сторону есть риск потерять и это его конечно смущает в особенности что если у мужчины уже есть другая семья есть другая женщина неважно не в браке или сожительствуют в любом случае между ними есть что-то общее как минимума время проведено вместе как минимум пережитые какие-то моменты совместные что-то накоплено что-то куплено какие-то планы и перспективы и не проиграет ли здесь мужчина да вот сможет ли он компенсировать свой выбор вашу сторону тем от чего ему придется девочки здесь отказываться поэтому если вы ждете здесь от мужчины сейчас что он выбрал что он определился нет пока здесь он находится в размышлениях пока он думает выгодно не выгодно надо не надо стоит не стоит рискнуть не рискнуть пока в раздумьях что еще вы о нем должны знать но не хочет вас потерять для него расставание с вами это путь в никуда но вот мне почему-то нравится сравнение есть два крыла и если вас он теряет то остается с одним крылом да вот вы ему все равно даете какое-то даете или можете да вы дать вдохновение почему крылья вот может потому что на этой карте птица здесь птица здесь двойка жезлов когда мужчина будет вот со сломанным крылом либо совсем без него ему не выгодно даже с эмоциональной точки зрения и или с ощущением себя в этом мире понимая что вы у него есть и вдруг вас нету как будто бы надломанный будет и пока мужчина здесь с полным расставанием с вами не согласен и не важно здесь вы общаетесь сейчас или вы не общаетесь и он не выкинул вас из души не выкинул вас из своей жизни потому что для для него вот вы и если вас нет все какие-то разрушения и все он стоит и вроде бы что-то свое сохранил а надо она ему или нет да а тем ли путем я пошел большие для него девочки вопросов бы для него не просто здесь женщина с которой повстречались там ли с которой жили это может быть семья у вас была или вы планировали семью не получилось не получилось да не сошлись характером нет здесь совсем не так вы для этого человека такая вот эти вот перспектива в будущее но нет же гарантии муж никто не не может дать свиток в котором будет написано как сложится жизнь вместе с вами что у него получится что не получится что приобретет что потеряет чтобы сравнить со своим настоящим и понять до выигрыши он или в проигрыше но вот просто так вас отпустить он тоже не может а вдруг а вдруг я потеряю что-то дорогое в моей жизни королева кубка здесь же не просто женщина которая рядом и которая вот просто есть да просто чтобы было а здесь женщина которая может наполнить и эмоциями и женщина которая может наполнить любовью эта женщина которая одним своим присутствием да и вот таким вот ласковым взглядом на мужчину может его расслабить и может дать в нем уверенность что все у тебя получится и возможно действительно вот то ваше присутствие в его жизни которая имеется на данный момент может быть действительно он настолько раскрылся как король да он настолько раскрылся как мужчина что страшно теперь взять и терять из-за потери вас вот то что он приобрел рядом с вами а кто вы для него кто вы для него его сила девочки видите его сила я его сила его страсть дозе знаете вот страшная сила только единственно девочки он даже побаиваться но здесь побаивается чего что порой страшно представить но здесь вот действительно страх того что вы его сила а без вас что вот он страх чего что порой даже страшно подумать а если этот человек действительно вот почему-то девочки иду на такие мысли а если она мне зла пожелает а если она мне проклянет да а если она что-то сделает со мной такое раз она мне смогла дать значит она же сможет и отнять вот что-то здесь такое потому что видите здесь сила перевернутая и обратная сторона карты и мы видим там дьявол стоит он боится он действительно боится вы для него человек который какой-то благоговейный страх может вызывать в его душе эмоция что вы можете действительно как много дать так много и забрать и даже вот это вот составляющая тоже не дает ему четкой уверенности что вы тот человек с которым можно расстаться вот почему-то девочки знаете как здесь идет я не имею права с ней расставаться я не могу с ней расстаться это будет страшно в особенности если она начнет делать против меня какие-то вещи но но здесь не обязательно магия там нет я не об этом просто пожелаете ему достаточно будет этого или просто усилием воли захотите забрать все то что вы ему дали до уверенность в себе успех в дела так далее так далее так далее вы для него человек очень значимый но вот видите в том числе и есть довольно сильный страх вы для него женщина которая ну действительно видите здесь ждет и ждет его решение но если это решение я я но я теперь смотрю в обратную сторону да как рассуждает мужчина но если это решение будет неправильным по вашему мнению то ему не сдобровать то ваша мягкая не нежная ласковая сила превратиться во что-то такое что с чертовщинка с девальщинкой да вот со злостью смесью ничего хорошего не будет я хочу сказать что я на месте вашего мужчины тоже бы очень крепко подзадумалась бы в такой ситуации когда ты понимаешь что нечто что то есть ваши отношения которое тебе в свое время помогло и если вдруг ты делаешь что-то плохое по отношению к своему партнеру который тебе в свое время это дал пусть даже не физическое да вот а что то вот что не потрогать не увидеть и если вдруг он разозлится или захочет намеренно сделать плохо то он сделает и тогда не обижайтесь да вот потом только отмахивайся и разгребай проблемы но он четко знает что вы ждете его решение да но вот видите она ждет моего решения но а я боюсь я боюсь сделать выбор я боюсь сделать шаг любой шаг потому что мало ли я сделаю не тот шаг а сомнения есть терять мужчине девочки есть что вот и поэтому как бы как бы не получилось так что он вдруг понимает что-то другая жизнь ему важнее и и вам он это озвучивает и все да и пиши пропала и полетели клочки по закоулочкам но видел с кем встречался до видел с кем у тебя были отношения с удовольствием принимал все блага которые сыпались на тебя благодаря этому человеку с удовольствием в этом купался но иногда долги вот такого рода отдавать нужно большими потерями переживаниями вот и это бывает больно потому что хорошо когда ты принимаешь и вот загребаешь двумя руками отдавать не хочется а нужно по всем нужно быть равновесие и поэтому я если ты на халяву что-то получил будь добр потом с этим рассчитаться или за это рассчитаться ну и давайте теперь смотреть его действия в те сроки которые вы для себя предполагаете будут ли какие-то действия с его стороны девочки пока здесь пахнет только каким-то назревающим конфликтом с какой-то вдруг стати девочки здесь такое знаете ощущение что вы себя начинаете накручивать потому что в те сроки которые мы здесь смотрим мужчина бездействует и у вас начинается то ли вы срок какой-то себе загадали там допустим этом я не знаю там 15 числа там 20 числа если он не появляется не озвучивает какое-то решение не пишет мне там не звонит значит все да я такой скандал ученю да я такой скандал ученю мало не покажет ну или ставлю точку да уже отсылаю в пешее эротическое путешествие и пусть как хочет да пусть как знает больше не под каким соусом я его не приму потому что тут взрыв эмоций и опять же девочки здесь эмоции в любом случае здесь ваши почему потому что мужчина то здесь пока сидит мужчина пока бездействует да в дурном расположение духа да здесь мужчина какой-то здесь ну опечаленный а ну правильно выбор то нужно делать а чем ближе тем страшнее в особенности девочки если вы ему назначили четкий какой-то конкретный срок и этот срок приближается а у него вот оцепенение что надо действовать а страшно и я не могу здесь мужчина не от того что не сможет вам ничего сказать девочки ему слова страшно выполнить вот не знает да как разговор с вами завести не знает что конкретного сказать да а вдруг скажет не в попад либо вообще не то что вы хотите не то что вы ждете и все да и понеслась нет в тот срок в который вы загадываете девочки он пока здесь будет все сидеть бояться понимая что он должен это сделать но будет сидеть бояться вот и отсюда и будет недовольство отсюда будут закипать эмоции негативного плана вот кстати то о чем мы с вами говорили в начале негативные эмоции которые вы можете направить в положительное русло как только понимаете что вы начинаете закипать потому что он бездействует а какие-то сроки уже приближаются либо тем более сроки прошли или у вас допустим день рождения а какая-то значимая дата а он проигнорировал там забыл не поздравил случайно ли специально ли и вы понимаете что все у вас начинает все внутри кипеть сделайте какое-то дело для себя я не знаю начните что-то вы увидите какие положительные результаты вы будете получать но не по отношению к этому мужчине потому что нафиг сожжете его до тла вот честное слово когда вы кипите к вам приближаться страшно не не то и не то что человеку который вам там насолил обидел вас а в принципе любому другому человеку вы сами того не понимая вот под горячую руку вам попадись вот лучше этого не надо и свою вот эту вот кипящую бурлящую энергию вы можете перенаправить и сделать для себя какое-то положительное дело может быть для 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 других тоже никто вам не запрещает но пожалуйста здесь держите себя в руках чтобы на этих эмоциях допустим вы ему на обозначили какой-то срок и вы понимаете что он день в день не пишет и на следующий день там не пишет не появляется ох я ему сейчас напишу да ох я ему вот и просто в своей голове представляете простыню который вы ему пишите вот какой негодяй подона козел и и вообще до пошел он леса я вас просто по хорошему прошу сдержите себя будьте более достойны не позволяете ему видеть ваши эмоции которые вы по отношению к нему демонстрируете даже если это ненависть девочки самые сильные эмоции они негативные помните пожалуйста об этом если вы мужчине демонстрируете как вы разозлились какой он такой сикой и и пошел он пошел на мужчины в любом случае это будет сигналом что он живет в вашей душе он живет в вашем сердце он вам не безразличен раз вы вот так вот на все реагируете не давайте ему такой благости не доставляйте ему такого удовольствия просто перемолчите сделайте вид что вы сами забыли или что вас это не касается потому что он сам девочки находится в раздумьях и действительно это состояние вот какое-то такое знаете вот литургического сна хоть здесь и нету четверки мечей но здесь состояние литургического знака когда император и какие-нибудь минорные карты там типа вот пятерки кубков да все он сидит в печали и и его больше ничего не волнует да или сидит там страхе больше его не волнует вот он погружен только в это состояние вот поэтому здесь такого аля литургический сон здесь мужчина вот скованный по рукам и ногам и вот делать какие-то шаги здесь в отношении вас не может конечно здесь может еще дополнительно какая-то его там личная еще ситуация разворачивается которую вы не знаете такого негативного формата вот тогда тем более да это дополнительный момент который ухудшает ситуацию вот и тут плохо и с вами надо что-то и они получатся ли так чтобы меня вообще да там прибьют эти женщины и закопают где-нибудь на безымянной высоте и все да и знать не будет никто потому что здесь вот прям какой-то у него тремор если мужчина вам что-то должен должен вернуть вам деньги подарок должен вернуть вам я не знаю там ваши вещи еще это этого тоже не будет даже если вы с ним договаривались какой-то конкретный срок он не выползет и носа своего не покажет но а если мы говорим о возвращении каких-то вещей которые являются а вот сожжение мостов все я приеду я заберу все свои вещи и все тут другой момент расставаться с вами здесь мужчина пока боится и не хотел бы этого дела и соответственно добровольно своими собственными руками позволить вам сжечь все мосты и концы воду весь мужчина такого не позволит вот поэтому здесь не потому что он такой гад да и хочет там что-то прикарманить себе нет для него это хоть какая-то оставленная возможность для того чтобы появиться да и я хочу тебе вернуть вещи давай встретимся или я хочу тебе вернуть долго нам нужно встретиться там поговорить и так далее так далее так далее на перспективу до оставить себе ниточку возможность для кого-то не . для кого-то канат потому что это могут в этом алименты какие-то это может быть там еще что-то обещанная помощь на потом вдруг вспоминать а помнишь ты меня просила вот эти все моменты вот данный тип мужчин долго сомневающиеся но боящиеся принять решение вдруг ошибется оставляют для себя вот как возможность потом вернуться как возможность завести разговор и как возможность потом в дальнейшем с вами продолжить ну те или иные отношения так что не ждите пока здесь никакой обратной связи не вижу чтобы это было а в будущем в будущем девочки а здесь мужчина почему-то он сам побоится ей ему от вас здесь помощь нужно хоть чтобы ему помогли выбраться из его конуры из его домиком домик под названием его внутренний мир то ли он сроки под затянет и будет понимать что все я сейчас появлюсь это капец то ли вы какими-то мыслимыми немыслимыми возможностям дадите понять что да провались ты со своими долгами со своими деньгами там еще что-то вот вы здесь фигурируете девочки здесь мужчина в дальнейшем знаете вот примет очень таки верное для себя решение чтобы не нарываться и чтобы обезопасить себя от каких-то неправильных там необдуманных действий я буду ждать чтобы она сама инициировала разговор встречу диалог общение вот как хотите чтобы она сама мне напомнила о себе вы здесь перед мужчиной поставили такие условия которые ему сложно выполнить но и страшно сказать что ничего не будет поэтому здесь от вас помощи ему не будем может быть вы сама ему какой-то вариант предложите который его устроит или может быть вы сама здесь всю ситуацию разрулите такой не нравится мне то что здесь получается потому что мужчина из состояния раздумчивости впадает в какой-то такой свой собственный депрессняк потом он замирает а потом приходит к выводу что пусть лучше она как-то да вот первое хотим хоть микроскопический шажок сделать мою сторону как-то протянет мне руку мне тогда будет легче это как зеленый свет который вы ему дадите сейчас вот везде красный фонарь висит такой да вот со всех сторон не приближайся да там опасность вот он ждет хотя бы где-нибудь где-нибудь чтобы хотя бы маленький маленький зеленый сигнал светофора вот для него на вашей улице загорелся так что вот что что делать с таким товарищем пугливым может быть действительно ментально забрать у него все что вы дали если вы считаете что дали гораздо больше чем он того заслуживает проучить не говорю наказать проучить чтоб не повадно было может быть у вас какой-то свой собственный другой вариант если есть что-то такое как ему преподать урок напишите мне в комментариях мне тоже это интересно и будет полезно потому что многое многое конечно беру из ваших комментариев и примеры жизненные из ваших комментариях часто в расклады как пример привожу и какие-то ваши шутки прибаутки да вот наш любимый олень белон это тоже шутка подписчицы с моего канала да и многие многие вещи спасибо вам большое что привносите и также в мой какой-то золотое запас лексикона вот такие вот какие-то словечки выражения которые порой настолько ювелирно вписываются в какую-то фразу чтобы просто можно хоть в цитатник записывать вот спасибо вам за это большое спасибо за то что вы со мной за то что смотрите комментируете ставите лайки подписывайтесь за то что благодарите поздравляете с датами с какими-то с цифрами которые допустим на канале спасибо моих мои хорошие огромное это большая любовь это большая энергия которую вы мне посылаете и поверьте в каждом раскладе я для вас вкладываю максимально энергии для того чтобы вы нашли и где-то прозрение в раскладе где-то утешение где-то вдохновение а где-то тот самый волшебный пендаль который порой ну так необходим да и вот хочется чтобы кто-то его дал вот максимально стараюсь делать для вас благое дело чтобы вы прежде всего чувствовали себя хозяинами своей собственной судьбы для того чтобы вы не боялись делать шаги принимать решение чтобы вы максимально старались быть независимыми от других людей и чтобы могли себя чувствовать полноценным свободным человеком который в своей жизни принимает решение самостоятельно вот такая у меня работа на канале я конечно же вам напоминаю девиз нашего канала это вчера мечта сегодня цель завтра реальность и до встречи в новых видео пока пока